Доброе утро, друзья! Пришло в студию хорошего настроения время пить чай с гостями. Тем более, что партнер нашей программы английский чай Ахмат-Ти. В честь своего 25-летия компания «Энергия» дарит в ноябре юбилейные скидки свыше 25% на популярные сорта чая Ахмат-Ти. Подробности на сайте ahmat-ti.by. Ахмат-Ти подражать сложно, повторить невозможно. Не беспокойтесь, этот аромат невозможно описать словами. Терпкий аромат чая Ахмат-Ти возвращает нас туда, где мы счастливы. Ахмат-Ти подражать сложно, повторить невозможно. И сегодня у нас в студии удивительные гости. Встречайте. У нас в студии сын полузащитника Минского «Динамо» Александра Прокопенко, Дмитрий Прокопенко. Доброе утро. И выдающиеся советские футболисты, чемпионы СССР. Юрий Пудышев. Доброе утро. Владимир Курнев. Доброе утро. И Андрей Загмантович. Доброе утро. И спасибо, что к нам заглянули. Ну и прямо сейчас надо о главном сказать, что 19 ноября пройдет матч памяти Александра Прокопенко. И нам, конечно же, в преддверии такого события очень хотелось бы вспомнить этого выдающегося футболиста. Вот с этого вопроса и начнем. Каким вы его помните? У Александра, нашим народным героем, было 16-м числа день рождения, 53 года. Об этом человеке можно говорить много. И юмор он уважал. И дисциплина была хорошая у него. Вот один я пример приведу. Когда играли с «Динамо Киевом», после первого тайма команда вышла на футбольное поле «Динамо Киев» и «Динамо Минск» после первого тайма. Народ аплодировал, но сидя. А Александр где-то на минутку задержался. Когда он вышел, встал и аплодировал ему. Вот это показатель, я понимаю. То есть действительно звезда этого времени. Да. Это народный герой. Народный герой. Тут уже ничего не скажешь. Молодец. Я вот всегда говорил, много хороших футболистов. Было, есть и будет. Но это народный герой он остался. Вот, кстати, уже так назвали и все считают действительно легендарного человека, Александра. И мы просто не можем представить, как вот с такой славой, с такой известностью, популярностью, может быть, не заболеть звездной болезнью. Вот не было ли каких-то намеков, как справлялись с этим, с этой славой, с известностью? Не мешали ли фанаты или наоборот как-то помогали? Да нет, такого не было, чтобы у нас кто-то болел звездной болезнью. Потому что, как Юра сказал, был дружный коллектив. Вместе гуляли, вместе играли. Поэтому ничего такого не было. А что про Сашку можно сказать? Ну, на самом деле он был футболист. Вы очень представляете, попасть в сборную Советского Союза. Это сборная Советского Союза. Участвовать в Олимпийских играх, стать еще бронзовым медалистом, потом выиграть чемпионат Советского Союза. Но это нужно было быть хорошим футболистом. Он приехал с Бобруйска к нам, приехал молодым парнем. И как-то, ну, практически минуя дублирующий состав, вот, ну, сыграв там несколько игр, сразу попал за основной состав, стал основным игроком. То есть по нему сразу, по его игре было понятно, что он выдающийся футболист? Потому что, я говорю, есть люди по несколько лет играют за дублирующий состав, а кто-то проходит дальше, кто-то и так и остается играть в дубли. Вот, а он влился сразу. И стал игроком основного состава. Ну, может быть, тоже какие-то яркие моменты вспомните? Ну, Саше можно говорить, в принципе, много. Но чему у него можно было поучиться, это любому игроку, это профессионализм, с каким он выходил на тренировки и на футбольное поле. Посмотрите, какой заряд энергии, когда он играет, какой от него исходит заряд энергии для зрителей, для команды в целом. То есть он и на тренировках был таким, он не был, он не мог работать с полсилы. Если он выходил играть в футбол, он должен был полностью отдаваться футболу. Вот это и подкупало не только игроков, которые с ними работали, но и зрителей. Он не мог играть в полсилы, он не мог какие-то эмоции не выплескивать. И он был действительно профессионал, и где-то даже, может быть, какие-то моменты он своим характером преодолевал. Не какие-то моменты тяжелые, моменты игровые. И заводил команду. По нему, наверное, и как бы шло равнение других игроков, кто был, может, менее такой эмоциональный и так далее. Он выплескивал эмоции, которые передавались на всех ребят. Полная самоотдача. Человек, который в буквальном смысле жил футболом, жил своей профессией. А как же семья, Дмитрий? Вот расскажите, какие у вас впечатления из детства? Это удавалось ли отцу уделить внимание своей семье? Много ли вы времени проводили вместе? Что вы для себя из детства, может быть, сохранили для себя? Что дал вам отец? Естественно, по возможности, когда выпадало свободное время, он всегда старался уделить его семье. В частности, тоже мне. Мы очень сильно любили ходить в кино, в театры, вместе с мамой на концерты. Но вообще, я всегда старался равняться на отца. А в футбол с папой играли? Конечно. Я пришел с работы, играл в футбол, а тут еще надо с сыном поиграть. Вот не было таких проблем. Даже больше скажу, что по возможности, он всегда во дворе бегал с мальчишками со двора. Для них это был тоже большой праздник. И мы все собирались. И когда выпадало, так, в принципе, и Юрий Алексеевич, и Владимир Борисович. То есть всегда уделяли время детям. Даже больше у нас часто маленькими брали в стайки на сборы. И вот мы видели, как взрослая команда занимается. И потом уделяли иногда нам время. Она была очень интересная и приятная. И подрастающее поколение потом играло рядом. Да, да, да. Встречительная особенность тех лет и «Динамо тех лет» – это то, что «Динамо» тогда была одной большой семьей, скажем. Коллектив действительно был очень сплоченный. Не только на футбольном поле, но и вне его. Готовы были все время поддерживать друг друга. Никто никого, по-моему, никогда не бросил в тяжелой ситуации. Поэтому… То есть была такая настоящая спортивная, футбольная семья. Нет, «Динамо» по сути врывается в чемпионат. Есть условно уже такие легендарные «Динамо Киев», «Спартак», «Динамо Москва». «Динамо Белисси», «Динамо Белисси», да. То есть это те уже, которые не единожды становились чемпионами, и в принципе они претендуют. И тут «Динамо» Минск. Вот как, благодаря чему? Это так звезды сошлись? Не знаю, может быть, какие-то стали супер-бутерброды готовить в дорогу? Ну, супер-бутербродов не было, даже икры, по-моему, не было, да? Не, была-была. Была икра, да? Вот она, была икра. Что-то я не замечал. На завтрак только, да? То есть икра, отсутствие женщин. И это я сейчас записываю рецепты победы. Для молодых футболистов, да. Мне кажется, тут такой психологический момент, психологическая настройка, когда вся страна практически в едином порыве, она на благо Родины, все трудились, спортсмены занимались своим делом. И вот стремились к этому идеалу, чего-то достигать, работать на всю катушку. Вот нам все время руководство говорит, ребята, вы выиграли, и производство повысило сразу. Для нас это приятно. Вот. Ну, это же замечательно. Надо уточнить, в 83-м году рождаемость повысилась или нет? Я думаю, что да, повысилась. Когда нас выпускали на свободу, да. А вот есть у нас информация, я не знаю, насколько это верно, неверно, что Александр практически за всю свою футбольную карьеру не страдал от травм. Это правда или не правда? Первый вопрос. И второй вопрос, чем это обусловлено, если это действительно так? Ну, по большому счету, я тоже не помню, чтобы у него были серьезные травмы. Ну, мелкие там, ушибы, это, наверное, ни один не обходится. А таких серьезных, как там менистки сейчас или там крестообразные, такого ничего у него не было. Ну, не знаю, наверное, было из-за того, что он такой был как бы легкий, воздушный, подвижный, неуловимый. Может, не могли эти защитники его поймать, чтобы нанести ему там какую-то серьезную травму. Непредсказуемый. Да, был непредсказуемый. Мы уже сегодня вспоминали, а кто-то и не забывал вообще про этот выдающийся гол пяткой с киевской командой. Вообще, как это все произошло, я вот не очень разбираюсь. Вот сейчас, вот сейчас только что был на экранах. Как ликует вся трибуна. Он неожиданно появился у этого. Кто это за сердце держался? Лобановский. Валерий Васильевич. За сердце схватился от радости. Это тренер не от радости, это тренер на Киевской команде. А, киевская команда? Тогда тяжело им было. Вот этот прием удара по мячу пяткой. Ну, я говорю как девушка, я не разбираюсь. Это вот есть, действительно есть такое? Либо это какая-то случайность, либо у него фишка такая была. Не случайность, это, наверное, фишка. Потому что он был непредсказуемый в этот раз. Мог появиться в любое время в штрафной площади соперника. Вот так вот и получилось. Появился неожиданно. А он такой же у нас, можно сказать, Михаил Алексеевич Цетин делал акробатику, туда-сюда. Он же гибкий у нас. Поэтому он так как-то сумел. Как-то изверху, изверху, изверху. Я же и говорю, что не забывай. Это один момент. И второй момент, что я почитал очень много комментариев, в которых написано, что я после того, как посмотрел в свое время вот этот вот момент, этот гол, сразу же занялся футболом. И пробовал это, то есть забивать вот такие вот финты всевозможные. И в завершение разговора давайте про 19 ноября, про матч поговорим. Расскажите, что будет, к чему готовиться. 19 ноября в футбольном манеже в 6 часов у нас начинается праздник футбола и музыки. У нас выйдут на поле легенды Минского Динамо и сборная звезд нашей эстрады Art Stars. Вот после этого у нас двухчасовой гала-концерт. То есть приходите, будет очень-очень. Но среди легенд Минского Динамо, назовите фамилии, наши сегодняшние гости. Да, Плодышев, плюс это будет Игорь Гуринович. Плюс это, ну, у нас очень много команд, у нас практически косяк Динамо 82, который нам удалось собрать, немножко усилены более поздними футболистами с Минского Динамо. Ну и, соответственно, сборная звезд нашей эстрады, возглавляемая Альбертом Скороходом, они дадут нам бой. Ну, это прекрасно. 19 ноября, не пропустите. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию хорошего настроения, порадовали. Мы вам желаем крепкого здоровья, удачи, успехов. И, ну, будем надеяться, что благодаря нашему общению даже отношение к футболу изменится. А я напомню, что у нас в гостях сегодня были сын полузащитника Минского Динамо Александра Прокопенко Дмитрий Прокопенко и выдающиеся советские футболисты и чемпионы СССР Юрий Пудышев, Владимир Курнев, Андрей Загмонтович. Спасибо вам огромное. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы не прощаемся. Совсем скоро, сразу после выпуска новостей, 24 часа, мы вновь окажемся в студии. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова